Подарки масштабного размера. Двое ребят из Фокина, оставшиеся без попечения родителей в качестве новогоднего подарка, получили собственное жилье. Вручение ключей прошло в администрации городского округа в торжественной обстановке. Далее события подробнее. В городском округе продолжается реализация программы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Муниципалитеты осуществляют полномочия по подбору и приобретению жилья для подростков данной категории. В этом году 10 молодых фокинцев уже стали обладателями собственных жилых помещений. Накануне Нового года в администрации города состоялось торжественное вручение ключей еще двум счастливчикам. Сейчас государство перед вами обязанности свои выполняет. Вот сейчас квартира. Теперь уже дело за вами. Это выполнять долг перед государством, учиться, работать добросовестно. Студент Владивостокского судостроительного колледжа Никита не ожидал, что получит собственное жилье так быстро. Всего полгода назад юноша обратился с заявлением в территориальный отдел опеки и попечительства, а сегодня он уже новосел. Я рад, что у меня есть квартира. Я хочу из этой квартиры студию сделать ремонт. Несколько дольше пришлось ждать счастливого момента около двух лет Ксении Порфирьевой. В настоящее время девушка получает профессию технолога общественного питания во Владивостоке. Проживает в общежитии. Собственная квартира позволит Ксюше вернуться после учебы в родной город, чему она чрезвычайно рада. Квартира хорошая, мне понравилось. В хорошем месте, в хорошем районе, в хорошем доме. Все замечательно. Что ты первое купишь в свою новую квартиру? Диван. Диван, телевизор и, наверное, кухонный стол. Чтобы было где поесть и провести приятное время. На приобретение социального жилья детям-сиротам в этом году краевым центром было выделено 16 миллионов 826 тысяч рублей. По условиям программы все жилые помещения должны быть благоустроенными, с косметическим ремонтом и полностью отвечать требованиям строительных и санитарно-технических норм. Как правило, это квартиры в панельных или кирпичных пятиэтажках. Малосемейные многоквартирные дома в качестве объекта для проживания ребят администрации Фокина не рассматриваются. Мы придерживаемся такой позиции, что каждая квартира должна быть приобретена как самому себе. Помещения должны быть не меньше 26 метров квадратных и максимальной площадью не ограничиваются. В основном мы покупаем помещения, которые площадью от 30 до 36 метров квадратных. То есть это средняя планировка однокомнатной квартиры. Жилое помещение должно быть благоустроенным, в нем должны находиться приборы учета. Власти города планируют продолжить реализацию на территории социальной программы по предоставлению детям-сиротам отдельного жилья. В настоящее время список подростков-люгодников на получение квартиры насчитывает 63 фамилии. Все граждане, имеющие права на жилье, должны его получить. Работа ведется, не прекращается. На следующий год у нас также запланирована данная работа. Порядка 10 квартир мы будем покупать. И если будут выделены дополнительные средства, естественно, мы готовы покупать и впредь, и обеспечивать установленную категорию граждан. У ребят, получивших сегодня в качестве новогоднего подарка ключи из рук главы городского округа, впереди приятные хлопоты, переезд, обустройство жилья и, конечно, большие планы на будущее. Главное не выпустить из рук птицу удачу и распорядиться с умом и рачительностью, выпавшим счастливым шансом.